Пирамида очень интересная геометрическая фигура. Информация, осознание и действие. Это и есть геометрический рост нашего сознания. Жизнь многогранна и многоступенчата. Имеется вертикаль роста и горизонталь понимания. Если очень просто объяснить, то после усвоения какой-либо информации и опыта мы поднимаемся на ступеньку выше, а чтобы на ней удержаться и плотно стоять желательно понимать, куда пришел, зачем и куда далее и как. Наверное слышали притчу про слух короля. Когда они верно служили королю, потом король просто раздал все богатство. А когда они все просрали, то пришли и стали просить еще. Но что он сказал? Я же вам все отдал. А они как обычно послали его на три черты. Когда мы по каким-то причинам перескочили ступеньку, то в силу своего непонимания, скорее всего вернемся вниз. Или вообще скатимся под землю. Наверное знаете много примеров, когда людям не особо упорным трудом давались блага. Особенно чужие. Такая практика либо в клетке начинается, либо под землей заканчивается. Когда мы критикуем государства, чиновников, мажоров и других, то поверьте, на их месте мы бы вели себя точно так же. Каждая ступенька учит чему-то новому. И чем выше, тем больше меняется кругозор. Поверьте, в денежной или материальной среде есть лишь выгода. Чем больше выгоды, тем больше роста. Если, конечно, понимаем цепочку. У нас есть абсолютно все инструменты для достижения любой цели. Это интернет. Что можно сделать потом? После осознания любой информации просто сделайте и все. Поверьте, чем больше масс-медиа, тем больше мы отвлечены. А это очень весомо. Кстати, на каждой ступеньке у людей абсолютно разный объем информации. Поверьте, все, что у нас в жизни разделяет и сближает, это лишь объем информации. Если вы с человеком были очень близки длительное время и впитали похожий опыт и информацию, то скорее вы будете читать у друг друга мысли. А точнее, из-за схожего объема информации и опыта будет схожая реакция. Но чем выше, тем интереснее. Искушение зашкаливает по уровню адреналину, а потом эндорфина. Дойдя до какого-то уровня, мы смотрим назад и понимаем, что уже не хотим этой жизни. Да интересы уже не те. Вот и поэтому происходит градация на уровнях. Пик невозможен никогда, жизни не хватит. Отдышались и вперед. И поверьте, на каждом уровне соблазнов выше крыши. Но стоит оступиться, как все начнется сначала. Как вы думаете, есть ли разница в счастье между богатыми и менее? Сколько бы вы не зарабатывали, в любом случае, выброс гормонов в кровь будет идентичный. И поверьте, это будет 100 единиц или миллион. Ощущения практически идентичны. Не занимайтесь самообманом. Вот когда я буду зарабатывать столько, то я буду счастливый. Для этого-то и создана система потреблять. Если мы не будем постоянно потреблять, то система рухнет. Понимание объема меняет потреблятство. А фундамент этого – настоящее олядство. В денежной системе можно купить все. И друзей, и любовь, и здоровье. Понятно, качество будет не то. Но пока есть незримая вертикаль роста, все мы будем тянуться вверх, ближе к Солнцу. И обратите внимание, на пике пирамиды – Око, Солнышко, Осирис. Может, просто из-за того, что никто физически не смог подняться выше? Но мы об этом узнаем потом. Продолжение следует...